Представителя породы хаски Султана в очередной раз ведут в ветклинику. И четвероногие, и его хозяйка изрядно нервничают. Им столько довелось испытать за последнее время. Причиной больших проблем стал маленький иксодовый клещ. Паразита, кстати, так и не обнаружили. Изменилось поведение собаки, поэтому хозяева решили обратиться к врачам. Султан вообще очень активный. Но в один из дней каких-то просто он перестал общаться со всеми, перестал кушать, перестал воду пить. Мы не обнаружили ни клеща, ничего на нем. Приехали в клинику и уже здесь сделали ему анализ. И оказалось, что у него все-таки клещевая инфекция. Доктор нам объяснил, что не обязательно найти клеща, чтобы понять, что это клещевая инфекция. И вот лечились, капельницы ставили. Он тяжелый вообще собака у нас, поэтому доктор нам помогал его и к машине нести, и из машины приносить сюда. Вот как-то так справились. Сейчас уже повеселее. Специальный укол против пироплазмоза. Пироплазмоза, клещевого энцефалита. А потом еще многочисленные уколы и капельницы. Султану 7 лет. Болезнь дала осложнение на почке. Благодаря своевременной, грамотной, комплексной помощи собаку удалось спасти. Сейчас Султан идет на поправку. Пироплазмоз – это смертельно опасное заболевание, которое развивается от двух дней до нескольких недель. Есть характерные симптомы, при которых хозяин должен бить тревогу. С приходом тепла в этот сезон увеличивается количество собак, поступающих в клиники, связанных с заболеванием пироплазмоза. Собаки очень часто проявляют отказ от еды, проявляется диарея, рвота может быть у животных. Это первый признак, когда хозяин может обратиться в клинику уже с такими признаками. Но признаки некоторые могут не проявляться. И тогда стоит все равно обращаться в клинику, чтобы врач уже на приеме непосредственно мог определить, с чем это связано. Как правило, количество четвероногих пациентов с пироплазмозом в разы увеличивается с приходом тепла. В этом году из-за аномально мягкой зимы паразиты стали проявлять активность уже в феврале. Ветеринары советуют обрабатывать своих питомцев специальными препаратами. Дополнительно использовать ошейники и спреи. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, Телеканал Мозырь.